Наши люди в булочную на такси не ездят. Многие граждане, пользующиеся услугами такси, не раз сталкивались с такой проблемой, что у таксистов нет сдачи. Иногда это копейки около 5 сомов, а иногда и 20 либо 50 сомов. Причем такое случается в такси разных служб. К примеру, одна из последних ситуаций, которой с нами поделилась Акмарал. Мы сейчас вызовем такси. Наша съемочная группа тоже решила проверить таксистов. Вызвали машину и поехали по адресу. По прибытию вместо 95 сомов водитель взял с нас 100 сомов. Вроде бы недополученные 5 сомов – это гроши, на которые не стоит обращать внимание и которые, в общем-то, не жалко оставить таксисту за работу. С другой стороны, ведь в магазине сдачу всегда отдают, что называется, до копейки. Так почему в данном случае без ведома клиента из кошелька берут чаевые? Да, вот тут остановитесь. Скажите, этот… Сколько? С тусом. С тусом вышло? Чего так долго? Дорого раза? Да. Четыре километра. А так вообще пощупим, сколько вышло. Вот. Сейчас. Согласно закону, такси – это услуга. Если предоставленная пассажиром сумма превышает стоимость услуги, таксист обязан дать ему сдачу. Если сдачи нет, это проблема таксиста. Он должен искать ее самостоятельно и не принуждать пассажира заниматься этим вопросом. В случае, если таксист отказывается искать сдачу, нужно позвонить оператору, у которого заказывали машину. Службам из воза невыгодно терять клиентов, потому они быстро решат этот вопрос. Звонить им можно, не выходя из машины. В крайнем случае, если и это не подействует, а таксист продолжит упрямиться, пассажир может предупредить, что в противном случае вызовет милицию. Проблема не только в сдачах, делится другая жительница Бишкека. Мы позвонили в одну из служб такси и предъявили жалобы пассажиров. Какие меры вообще предпринимаете? Мы обязательно с ними беседу проводим. Если у них проблема какая-то, если что, сразу с ним говорите, объясняйте, хорошо, мы будем принимать меры сдача. Вывод из-за всей описанной ситуации получается крайне неприятный. Но нельзя всех обобщать. Есть и очень внимательные, добрые таксисты, которые ответственно подходят к своему делу. Пассажиры, будьте бдительны. И если вам нагрубили или не додали сдачи, вы имеете полное право пожаловаться.